Привет! Совсем недавно мы делали предобзор на эту новинку. То есть нам прислали материал и мы ознакомили вас, наших зрителей, с моделькой Oukitel C21 Pro. Давайте рассмотрим сильные стороны этого смартфона кратко вначале, а потом проведем полный обзор. Напоминаю, что будут тайм-коды в описании. В первую очередь этот смартфон заинтересовал тем, что у него, во-первых, внешний дизайн очень красивый. Задняя крышка выполнена из стекла, красивый модуль камеры, ну и экран без выреза, но с отверстием камеры сбоку. Основные модули камеры задний на 21 мегапиксель, передний на 8, 4 оперативки 64 встроенных, 639 экран, 4000 аккумулятор, 10 ватт зарядка, Android 11, боковой сканер отпечатка пальцев, разблокировка по лицу, ну и другие функции вы узнаете из обзора и как все работает. Начинаем! Цена на момент обзора 107 долларов 99 центов. В комплекте мы получаем кабель для зарядки USB Type-C, блок питания, скрепку для извлечения лотка SIM-картами, инструкция, сам смартфон и силиконовый чехол. Силикона на этот чехол не пожалели, он очень плотный, будет защищать смартфон. Его даже не так просто снять с этого смартфона, но он прозрачный, со временем будет желтеть. Чехол к нему также заказан, но еще я его не получил, а также заказал стекло. Но с упаковки на экран наклеена защитная пленка. Ее здесь видно, если вот так вот сбоку посмотреть. Пленка хорошего качества и не спешит царапаться. Раньше у компании Okitel из упаковки я извлекал более качественные блоки питания на внешний вид. Здесь же он какой-то для меня новинкой является. Во-первых, фирма здесь FlyPower. Я не скажу, что это плохой, просто делюсь своими впечатлениями, что немножко отключаются аксессуары. И вольтаж 5 вольт 2 ампера. Это его не минус, а просто мои наблюдения. Ну и теперь давайте рассмотрим его внешний вид. Как задняя часть, ну и конечно верх экрана, это стекло. Первый дешевый из такого ценевого диапазона смартфон, у которого задняя крышка стекло. Обычно всегда пластик, но здесь фишкой является то, что здесь стекло. Беру вот такой вот металлический предмет. И посмотрите, я сильно давлю, царапаю, но ничего, это действительно стекло. Конечно же от хозяина это требует аккуратности, потому что любое стекло бьется. Но говоря о повседневной жизни, очень красиво смотрится. Конечно же собирает отпечатки пальцев. И спереди тоже собирает отпечатки пальцев. О защите стекла я не знаю информации. Если я найду, то я укажу здесь, что она есть. Например, Gorilla Glass 3-го поколения, например. Но пока не нашел. Рама полностью выполнена из пластика. Она матовая. Сверху разъем для наушников. Лоток у нас комбинированный. Или, или. Две наносим-карты, или одна наносим-карта. И карта памяти. Карту памяти поддерживает до 256 гигабайт. У слота нет никаких резиновых прокладок. Поэтому он уязвим к попаданию влаги. Справа от экрана находится кнопка. Она без люфта, без поклацывания. И чуть ниже находится вот такая вот интересная кнопочка. Ее практически не видно. Она нажимается. Это кнопка включения. И в ней же встроен сканер отпечатка пальцев. Но сканер остается желать лучшего, если сравнивать с смартфонами Redmi, Realme или же Xiaomi. Немножко дальше мы его проверим вместе с системой безопасности по лицу. Здесь внизу микрофон, USB Type-C и 5 отверстий для динамика. Динамик здесь один. Динамик также располагается на срезе. Вот он. Это у нас разговорный динамик. И здесь же имеется индикатор. Он имеет несколько цветов. Во время зарядки он горит красным. Когда зарядится зеленым. Но когда поступают уведомления, то он мигает голубым цветом. Пульсирует иногда. Вот так. Модуль камеры, конечно же, слегка выпирает над корпусом. Но в чехле все идеально. Здесь же у экрана по бокам легкое закругление 2.5D. Основной модуль камеры на 21 Мп. Макрообъектив на 2. И эффект Bokeh 0.2 Мп. Вспышка у этого смартфона очень яркая. И она белого такого яркого света. Стоит отметить, что толщина этого смартфона всего 12 мм. Он очень компактный. Если сравнивать его с другими смартфонами, то, конечно, если бы был корпус из пластика, то он бы был потолще, закругленный. А так все сюда компактненько вместилось. У экрана внутри есть закругление. Здесь вот находится 8-мегапиксельный модуль. И он имеет узкие рамки. Компактно смотрится. Нижняя часть побольше. А верхняя поуже. То есть максимально. Как у современных смартфонов. Никаких надписей Oukitel нету, кроме как здесь логотипа. Давайте теперь проведем тесты распознавания по лицу и сканера отпечатка пальцев. Держу смартфон перед собой. Включаю его. И... Долго. Еще раз. Ох, беда. Разблокировка. Да, остается желать лучшего. Но чуть быстрее стал справляться, потому что меняю угол плюс освещение. Но теперь давайте проверим, как работает он на палец. Полностью отключаем. И не надо нажимать, просто прикасаюсь. Разблокировался. Раз, два, три, четыре, пять, пять, шесть, семь, до десяти. Давайте дотянем. Восемь, девять. Так, нельзя. Ну, будем считать девять из десяти. Это очень хороший показатель. Но учтите, что прорезь на оригинале, вот здесь вот в чехле, она будет поднимать ваш палец. Ну, надо, грубо говоря, продавливать, чтобы он вот так вот продавился и достал. То есть, особенность в том, что лучше посмотреть какие-то потоньше чехлы, если вы хотите использовать именно в чехле сканер отпечатка пальцев. Ну, или же разблокировка по лицу. По работе операционной системы мне придраться не к чему. Быстренько все включает. Но вот, когда запускаешь игру, например, Asphalt 9, то реально очень долго идет запуск. Давайте покажу вам максимальную яркость и минимальную. Это у нас максималочка, что вокруг аж все становится темным. А сейчас я поставлю минималку. Минималка слабая. Ну, в нормальных смартфонах при хорошей матрице еще ниже порог яркости. По поводу андроида. Здесь 11-й андроид. Можно включить управление жестами. У меня уже включение. Здесь стоит жестов. Переключиться на привычные нам кнопки. Есть ночная подсветка. Вот так вот. Экран более теплый, мягкий. Оставим пока для обзора именно такой режим. И также есть темная тема. Номеронабиратель с русскими и английскими буквами. При совершении звонка записи разговоров нет. При включении громкой связи слышимость хорошая. Если же включить разговорный, то громкость стандартная. То есть другим сильно не слышно, а вы слышите хорошо. Интересный здесь диктофон. По настройкам можно выбрать, куда сохранять. Что делать с экраном. Какой формат записи. Тестируем Okitel C21 Pro. Микрофон 1, 2, 3, 4, 5. И вот почему-то такие вот сообщения приходят. Так вы будете слышать. И вся запись, которую вы сейчас слышите, вставлена с этого микрофона. С этого смартфона. Качество звука очень хорошее. Не только сейчас в диктофоне, но и в режиме видео. Ловит все звуки. Микрофон здесь один, поэтому записывает монозвук. На новых смартфонах программа Antutu Batchmark почему-то, какую бы версию вы не устанавливали, а в данном случае я установил последнюю версию графика, не на всех смартфонах проходит тест. Поэтому этот смартфон не исключение. Дойдя до пункта графики, вот посмотрите, в развороте по графике здесь 0 баллов. Итого 86 560. Если же бы все тесты прошли бы, то тогда бы они были бы выше 100. Итак, пройдемся по полным характеристикам через программу Antutu Batchmark. Марка Okitel, модель Okitel C21 Pro. Устройство также C21 Pro. 11-й Android, 4 оперативной памяти, 64 встроенных. Процессор восьмиядерный, MT6762V. За графику отвечает стандартный графический процессор PowerRogway GE8320. Разрешение экрана 720 на 1560. И тут сразу нужно открыть YouTube и посмотреть, сколько он в YouTube показывает максимальное разрешение. Запустим наш последний видеоролик на канале Realme Narzo 30A. Смотрите обзор его вот здесь вот. Можно увидеть, что в YouTube этот смартфон способен воспроизводить 1080-60 кадров. Отлично. Теперь о связи. Прием сигнала здесь стандартный, как и у всех других нормальных смартфонов. Хороший прием Wi-Fi. Мобильная связь здесь, в этом месте, на всех смартфонах у меня именно так показывает. Двух диапазонный Wi-Fi. 2,4 и 5 ГГц. Версия Bluetooth 5.0. И отсутствие NFC. Это его минус. К такому молодежному смартфону, кажется, тык, тык. И отлично. Ну, я имею ввиду оплаты совершать. На датчиках компания Okitel на этом смартфоне сэкономила всего 4 датчика. Датчик приближения, датчик ориентации, датчик освещенности и акселерометр. А вот при запуске GPS-теста он меня радует. За каких-то пару секунд он выходит на связь со спутниками. Из 34 он уже использует 5, 6, 8. Причем поддерживает все типы спутников. GLONASS, GPS, Beidou и Galileo. У смартфона есть FM-радио, но отсутствует электронный компас. Теперь устанавливаем максимальный звук и запускаем мелодии. Звук поставим на все, и соседи не спят. Качество динамика меня радует. И низкие, и высокие, и средние. По громкости тоже хороший. Теперь давайте поговорим об аккумуляторе. Производитель заявил, что здесь он установил 4000, но по тестам 3572. Прилично не дотянул. И, знаете, наблюдаю такую тенденцию не только у таких вот китайских смартфонов. Так сказать, не прям супер именитых, как Xiaomi. Хотя Xiaomi тоже китайские смартфоны. Но тоже наблюдаю там такую же ситуацию. С тем, что вот смартфоны при первых тестах так показывают. Если бы их протестировать хотя бы спустя пару месяцев, там, раз 20 заряд-разряд. То интересно, что бы они показали. Но так как этот смартфон отправляется в недалекую местность для нашей подружки, то проверить такой возможности на данный момент нет. Но делюсь своими тестами. Но интересно, что в YouTube он показал себя хорошо. Полные тесты от 100 до 0%. Вот здесь можете посмотреть в отдельном коротком видео. Теперь проведем игровой тест. Я установил Asphalt 9. Графика минимальная. И дальше вы поймете почему. И запускаю игру. Ну и теперь стартуем. Обратите внимание, что графика минимальная. Но все равно очень много призов. Есть поддыхание. И на максималке он точно будет выдавать картинку не лучше. Этот тест нам показывает, что данный смартфон нельзя сказать, что является игровым. Не то, что нельзя. Он не игровой. Но в игры, любые, он играть 100% в нем можно, будет. И при этом не ждите от него чего-то сверх по графике. Тянет без проблем, но не на тех красотах, которые поддерживают на максимальной графике на хороших смартфонах. Если вас интересует, поддерживает ли он внешнее подключение карты памяти или же мышки клавиатуры, то да. Вот что происходит при подключении. Начинает мигать, а в шторке у нас появилось внешнее устройство. И можно подключать какие-то дополнительные аксессуары. Многих интересует, сколько оперативной памяти свободно, если вот уже установлены какие-то приложения. Ну, давайте для примера какую-то программку запустим. И теперь посмотрим, сколько свободно. Вот сейчас 2 гигабайта. Если же больше будет пару приложений запущено, то будет свободно где-то 1.6-1.5. Это нормально. Заметил, что в помещении камера не справляется с правильным автоопределением. Вот, например, мне пришлось зайти в ручные настройки. И чтобы правильно более-менее передавало цвета, переключить режим освещения с авто на флоресцент. И только тогда у нас более-менее здесь что-то происходит. Включая же авто, у нас все аж синее. Посмотрите, какая разница здесь. Поэтому в помещении не справляется. На улице справляется хорошо. Итак, давайте познакомимся с меню камеры. Запускаем камеру. Первое, что всегда открывается по умолчанию, это всегда картинка. Слева начнем. Это у нас видео. Портретный режим. Присутствует английский. Потом картинка. Потом микро. То есть это макро значит. Почему размытый? Потому что только при поднесении вблизи можно увидеть объект. Далее это у нас бьюти. Лицо корректируется, шлифуется, так сказать, и так далее. И режим экстра. В этом режиме у нас есть режим про. Значит, что настройки полностью вручные будут. После этого в режиме экстра у нас есть панорама и фильтр. Вот такие вот фильтры. В режиме настроек фото у нас есть размер мегапикселей. 21 это 4х3 с разрешением 5.312 на 3.984. А если 16х9, то у нас становится 8 мегапикселей разрешение 3.840 на 2.160. Качество видео вы увидите в окончании обзора. Теперь еще можно установить электронную стабилизацию. Водяной знак на фото, автоспуск и управление звуком съемки, сеткой и спуск кнопками громкости. В разделе видео у нас также есть настройка по качеству картинки. Максимальная от 920 на 1080. Это Full HD и 30 кадров. И здесь же можно отключить тот навязчивый звук, о котором дальше я вам упомяну в тестах. В режиме портрета нет настройки по размытию. Но вот если вы сами выбираете его, он настроился, фотографирует, некоторое время обрабатывает. И теперь смотрите снимок. То видно, что справляется со своей задачей относительно неплохо. В режиме портрет нет кнопки переключиться на переднюю камеру. Только в режиме видео она появляется вот здесь. Или же в режиме картинка. Качество видео и фото вы сможете оценить сейчас в окончании видео. Но прежде чем мы это сделаем, мы с вами подведем краткий итог. Этому смартфону, на мой взгляд, не хватает NFC. Он действительно шустрый. Если кому-то важен какой-то статус или то, как он выглядит, и мы знаем, что этот смартфон сделан под один именитый бренд, то те, кто желает, чтобы у него был такой красивый смартфон, этот смартфон за доступные деньги подходит. В комплекте есть все необходимое. Хорошая звонилка, красивая звонилка с последним андроидом, с боковым сканером отпечатка пальцев, стеклянной крышкой, 4 оперативной памяти и 64 встроенных, чего вполне в наше время это просто отличный средний вариант. И у него доступная цена 107 долларов. Брать, не брать, конечно же, решайте вы. Поставьте лайк за труды. Ссылка на него есть в описании, на чехол и на стекло. А я с вами прощаюсь. Сейчас тесты фото. Не переключайтесь, подпишитесь. До встречи. Тестируем задний модуль камеры. Качество видео хорошее. Цветопередача очень отличная. И вот такое вот качество звука. Давайте посмотрим, как настройка идет. Например, вот убрал, подстроился, поднес, тоже подстроился. Причем очень быстро. Еще раз, раз и еще раз подстроилось. А вы слышали в начале видео звук старта записи? Почему-то он раньше начинается во время записи. Послушайте еще раз. Останавливаю запись. И запустил. Вот этот звук. Сейчас проверю, есть ли возможность в настройках его отключить. Это задний модуль камеры. Я в кадре. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте пройдусь, чтобы было видно, есть ли стабилизация. И потом проверим, можно ли отключить. Ну что, как вам качество в видео? Напишите, что вы думаете в комментариях. Да, в настройках можно отключить. Написано звук начала съемки. Я отключил этот тумблер и пропал при старте записи. Если вам это будет мешать, то знайте, что это можно отключить. Итак, теперь передняя камера. Передний модуль камеры в действии уже. 1, 2, 3, 4, 5. Цветопередача. Ну, солнце светит, конечно, очень сильно. И вы слышите качество звука. Как передний модуль, так и задний снимает с разрешением 1080 и 30 кадров. На этом тесты будем заканчивать. Дневной съемки сейчас ночные. Видеотесты на видео, а потом фотоснимки. Ну что ж, это съемки ночные. Включил вспышку в нашей прихожей. Тут еще ремонт. У нас не закончен, но это со вспышкой. Чтобы вы поняли, как снимает в ночное время. Записывает звук. Вот на улице со вспышкой. Виноград еще зеленый. И сейчас я отключу вспышку, чтобы мы с вами... Ну, снимает нормально, правда, ребята? Отлично. Давайте я сейчас в кадр. Приветик. Сейчас я выключу вспышку и поснимаем без. Сейчас при уличном освещении прожектора. Вот ночные тесты запущены. Время показано. И слегка виднеется в окне свет у родителей. Теперь я выхожу. Сейчас включу здесь свет. Уличный вот так. Засветился. Сейчас настроится. Ну, ночные тесты очень даже хорошие. Четко снимает. Прям-таки прекрасно ночью снимает. Я не ожидал. Отлично. И приспосабливается хорошо. Великолепно. Ночные тесты. Хорошо справляется. Теперь передняя камера. С этого же места снимаю. Выхожу на свет яркий. Приспосабливается. Прекрасно. Что вы скажете, друзья? Теперь фотографии. Как дневные, так и ночные. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.